Крупная нарколаборатория совершенно случайно выявлена в результате пожара в Держинске. На Держинской промзоне много заброшенных неэксплуатируемых помещений. Вот в одном таком заброшенном, казалось бы, заброшенном здании произошло возгорание. Сгорелся мусор. Площадь всего 2 квадратных метра. Приехали пожарные, все потушили, а когда зашли в подвал, увидели там десятки канистр, как потом выяснилось, с прикурсорами для изготовления синтетических наркотиков. Полицейские, которые выносили эти вещества, получили даже химические ожоги, дыхательных путей и рук. Хотя все оборудование было изъято еще вчера вечером, сегодня внутрь этого заброшенного помещения не пускают. Там дежурит и сотрудник. Куда вы пошли? Бомбоубежище, да? А почему туда нельзя опасно? Есть какой-то запах растворителей. Это, судя по всему, как раз те емкости, которые сюда вынесли после пожара. Только видите, там есть какой-то остаток, но он уже, возможно, что заполимеризован. Ну а здесь вот, кстати, практически полное. Паркировки нету. Написано ЭА. Вполне возможно, этил, ацетат, этила, ацетон. Обнаружены были следы летучих органических растворителей. Бензол, пылов, ксилов, немного ацетон. Они вполне могут использоваться для приготовления синтетических наркотиков. Тот же самый ацетон. Просто люди занимаются не только нелегальной предпринимательской деятельностью, но и незаконным изготовлением наркотических психотропных препаратов. Комментарии не смогу дать, извините. Вы на службе, да, охраняете здесь? Совершенно правильно. А канистры уже изъяли? Я, правда, не знаю. У меня задача не в этом. Какие-то комментарии сказать я вам не могу. А в чем у вас задача? У меня есть свои задачи, я их выполняю. Откуда взялись эти канистры с наркотическим веществом? Я еще раз говорю, я не могу вам ничего говорить. Они работают только вечером. Такие же рабочие, как мы. Что-то мешали, наверное, канистры. Мы не интересовались, не интересовались просто на сегодняшний день. Обычное административное здание, которых здесь достаточно много, это локальная промзона. Здесь много таких микропредприятий. Собственно говоря, это одна из, пожалуй, четырех или пяти, наверное, промзонов Дзержинских. И на каждой что-то производят. Определить по запаху, что именно используется на том или ином производстве, для каких целей, очень сложно. С одной стороны красят, с другой стороны что-нибудь разливают. Удобно тем, что очень мало лишних глаз. Можно закрыться на замок. Соответственно, понять, кто что производит здесь, пока не пройдет какая-то проверка, либо не случится какое-то ЧП, очень сложно. Кстати, так как это помещение числилось неэксплуатируемым, кто именно в нем работал, по ночам установить будет сложно.